доброго дня давайте сейчас проверим насколько хорошо слышно пожалуйста кто сейчас смотрит нашу трансляцию ставьте там плюс или слышно не слышно в комментариях сегодня у нас должно было быть трансляция совместная с анатолием виногродским вторым комбатом донбасса позаный гал он должен был выйти и вторым такому кошкам появиться на экране но его на завтра уже вызвали на суд то есть он сейчас под домашним арестом он уже находится в поте потезе едет в крапельницкий поэтому я сегодня проведу кратко расскажу какая ситуация с нашими политвязнями ну и уже думаю завтра суда буду включаться 17 октября 2017 года хлопцы с батареона донбасс ветераны те люди которые к ним присоединились сайдара сбройных сил вышли все вместе на акцию под верховную раду ну там было много политических партий но в итоге разбили нам этого местечко и остались там с протестом рух новых сил они находились на площади конституции перед парламентом и рух вызвания рух вызвания это рух который образовали волонтеры добровольцы те которые вместе были на войне те которые вместе помогали армии люди которые организовали штаб блокады начале семнадцатого года блокада торговли с оккупантами и четыре с полномесяца хлопцы держали нам этого местечко отбивали атаки спецпризначенцев они выдвинули требования чтобы изменились законы был создан антикоррупционный суд чтобы министры депутаты прокуроры президент его окружения те люди которые обворовывают нашу страну не учили нас жить по телевизору а садились тюрьму мы хотели поменять выборные законы законы которые позволят не избирать одно и то же дерьмо постоянно все-таки ввести открытые списки чтобы люди могли в этом разбираться и был шанс на обновление властных нашей верхушки ну и третье это снятие неприкосновенности четыре с половиной месяца отбивали все атаки спецпризначенцев ничего не могли с хлопцами сделать поэтому стали их поливать брудом и возбуждать уголовные дела начали с позывной наш воно воно надирадзе народный герой украины грузин на национальности он был выкраден неподалеку от лагеря и депортирован в грузию после этого следующий у нас стал в тройком бат донбасса антро виногродский позывной гал он был похищен прямо в киеве вывезен в мариуполь ему было инкриминировано якобы совершение преступления который он якобы совершил летом семнадцатого года за полгода до этого в кировоградской области но почему-то уценка поручил донецкой полиции донецкой прокуратуре этим заниматься почему объясню чуть попозже дальше был похищен во время акции против совместного контрабандной схемы порошенко и медведчука новоград волынской тоже активист руху вызывания доброволец батареона аун леонид литвиненко позывной бег был похищен начальник службы безопасности лагеря волонтеры доброволец батареона донбасс александр новиков с позывным хаммер было возбуждено уголовное дело и помещен под домашний арест александр федорченко брест народный герой украины который будучи лежа на земле кого избивали его спецпризначенцы бывшая беркутня ныне полка соблого призначения полиции он из наградной сброи выстрелил в землю пуля рикошетом прошла по ноге бывшего беркутовца нынешнего руководителя роты полиции спецпризначения ну и он сейчас находится под домашним арестом вы случай когда аваков заявил что снимет охрану со всех судов если не будет наказан строго александр без федорченко сейчас он под домашним арестом дальше прошли обыски у массы хлопцев бутон донбасс их называли бомжами кричали что они не атошники однако нормально забирали боевые шевроны во время обысков ничего нелегального не было найдено с тем заявили о том что мы планируем захват рада естественно без всяких на то оснований и доказательств было беремен в розыск волонтер ботон донбасса лонг мели у которого неизвестно в кому принадлежащим гараже нашли какой-то карбин и тут же объявили его заговорщиком время шло мы вытащили гала вытащили александр новикова бека прошу прощения хаммера под домашний арест и они находились в мариуполе а все эти дела кстати были возбуждены 17 октября переданы в суд вернее не суд а в прокуратуру и полицию именно донецкой области хотя преступления которые инкриминируют хлопцам были совершены якобы совершены в киеве в кировоградской области почему туда а оттуда заступник начальника нас полиции обрось кин вы его знаете это человек который был одним из руководителей милиции всего стополя который не защищал всего стополь по информации сми пытался устроиться на службу в органы российской полиции и после этого приземлился начальником полиции донецкой области после того когда он пытался избивать и избивал хлопцев на блокаде его подняли наверх и вот у нас а быстро занимался выполнением этих заказов что произошло за за четыре месяца кроме того что хлопца вытащили на домашний арест обед линк литвиненко еще пока сидит сизо все обвинения в грабеже против анатолий виногродского второго комбата донбасса они были сняты выяснил что ничего не грабим ему оставили хулиганство с оружием ему оставили похищение людины причем похищение тут достаточно цикавая вот тут читаю она только со слов потерпевшего заключается в том что якобы голова надел мешок на голову привез какую-то контору дал я пас и отпустил все эти потерпевшие тут стоит остановиться немножко поподробнее о чем дела летом прошлого года внутренний корпус бетона донбасс помогал селянам села береженко которые выгнали рейдеров имеющие отношения к данному дитата юрий берез от народного фронта и своего села полиция не помогала только мешала и она попросила ветеранов приехать депутатов попросила приехать не вступать в конфликты не вырешивать хозяйственные споры а защитить их жизнь их здоровье эти фермеры помогали хлопцам на блокаде поэтому хлопцы приехали и тут же спец призначенцы и нацгвардейцы посланы по личному указанию авакова и селян и ветеранов избили погрузили в автобус и вывозя в крапивницкий были остановлены ветеранами третьего полка спецпризначения который дислоцировался и дислоцируется в крапивницкому который хлопцев освободили и выяснилось что у них нет никакого статуса кроме свидетелей они вернулись назад береженку собралась вся громада села выгнала оттуда тут нацгвардию которые туда из кривого рога привезли и сейчас полностью доказали владельцы агропреприятия что они законно этим владеют что не было редиское захопание завела прокуратуру уголовное дело против тех нацгвардейцев и полицейских которые избивали ветеранов но не все были в масках без номеров поэтому хоть и как и было признано что это криминальные элементы личности не были установлены после этого хлопцы по просьбе другого громада другой села село доброе поехали помочь им организовать того же района сам оборону чтобы они могли защищаться сами очень важно понять что первое хлопцы все делали публично снимали на видео все это есть сети второе они не вмешиваются в хозяйственные споры они помогают защитить жизнь людей когда их избивают тетушки в киеве либо организоваться и защититься от беспредела где полиция не влазит или выходит на сторону рейдеров в той же самой кировоградской области и когда они приехали туда жители организовали самооборону выгнали рейдеров и приехала полиция этих рейдеров спеленала надела наручники изъяла большой сигнал сброи и увезла и все было в порядке жители аплодировали пока через полгода гал бег хаммер не вышли на протесты под верховную раду в этот же день дело было переделано и тот кому надевали наручники стал уже потерпевшим его все похищали все били у него украли какие-то якобы деньги хотя за четыре месяца выяснил что все это брехня без всяких доказательств им было важно закрыть гала бека хаммера было важно ослабить протест выбить как можно больше участников ну и вы помните 3 марта абсолютно беспредельно предка 2000 спецпризначенцев против смелой сотни там 100 хлопцев выбило их наконец-таки ужасным этого местечка то есть в принципе я думаю что все суды однозначно закончатся в пользу наших хлопцев потому что дела высосаны из пальца не будет стыдно абсолютно сми которая полила что-то вооруженная банда что это потому что потому что на этом они специализируются эти сайты вы все прекрасно знаете что нас большая часть сми принадлежит нажаль олигархам и манипулирует общественным ним как угодно завтра в 11 часов в знаменском суде кировоградской области заседание по сути по галу и беку бека мы надеемся на решение судей чтобы он выпустил все-таки из под варты а по галу мы подеемся что максимальное количество местных патриотов и средств массовой информации придет и покажет людям в чем же виноват герой войны в чем же виноват человек который после войны пошел на вольные хлеба а помогал людям в борьбе с тетушками помогал людям в борьбе с торговлей с оккупантами вышел на протесты и кто в нашем государстве врет кто в нашем государстве фальсифицирует уголовные дела я надеюсь что все те жители кировоградской области которые завтра в 11 часов могут приехать и приедут к знаменскому суду там с нами встретятся буду я был егор соболев тарас посту павло костенко иван мирошниченко привет ветераны батареон донбасс встретимся завтра ага мы обязательно выведем в прямой эфир и он обязательно расскажет как идут дела большое спасибо всем тем кто сделал репост всем тем кто помнит про ветеранов всех тех кто помнит что они защищали всех нас и что ему тоже нужна сейчас поддержка буду держать в курсе слава украине